Вспомним, какие формы у этих глагола быть, это самый важный глагол, и у глагола avoir, глагол иметь, это его лучший друг, для подлежащего номер один, для подлежащего же, когда говорящий о себе говорит, там всё по-особенному. Этер любит эссочку, и многие его формы на эс начинаются и даже заканчиваются на эс. Je suis. Je suis ваш. А avoir, хоть он и avoir, но к подлежащему же, он всё-таки придумал себе, как же взять любимый гласный звук французского языка, звук э. Сочетание А и А позвала к себе И, и теперь они вместе читаются Э. И хоть на А начинается эта форма, а читается она Э. Je. У меня есть. Je. Je suis. Яблоко зелёное. La pomme. E-werte. И ещё одна форма глагола ЭТО, которая Э. Она не может заканчиваться на эс, поэтому мы взяли и Т написали на конце. Ты имеешь ТЮ, Э, там наоборот на эс. Глагол всегда на эс заканчивается. А форма для третьего лица единственного числа, к ней мы приписали букву Т. La pomme. E-werte. Получается такое предложение. А теперь ещё одна хитрость. Возьмём артикль ЛЯ и поменяем его на МА. И получится притяжалочка. Притяжательная, прилагательная мы это назовём. Ма-пом. 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 Моё яблоко. Ма-пом-э-вэ-х-та. Ма-пом-э-г-у-ж-а. А моё яблоко красное. Ги-ля-как. Говорит петушок. Ма-пом-э-вэ-х-та. Ма-пом-э-ру-ж-а. Очень просто получается. ЛЯ меняем на МА. ЛЯ-раб-платье. Ма-раб-э-вэ-х-та. Ма-раб-э-ру-ж-а. ЛЯ-томат-помидорка. Ма-томат-э-гран-д. Ма-томат-э-п-т-ит. А мы можем по-другому сказать. Моя помидорка больше. Ма-томат-э-п-лэ-г-а-н-д. А мышка говорит. А моя помидорка краснее. Ма-томат-э-п-лэ-ру-ж-а. Ма-томат-э-п-лэ-г-а-н-д. Ма-томат-э-п-лэ-ру-ж-а. Но если существительное мужского жанра, то там такого удобства нет. В женском жанре очень удобно. Ля-на-ма меняем. А здесь надо запомнить. Притяжалочка тоже будет на эмма. Кстати, и в нашем русском языке точно так же. Ма-ё-ма-я. И в английском тоже май. Так что в этом мы субхватаем. На эмма. А дальше... А дальше носовая позиция. На конце слова «эн» от оконосовое. Му. Му. Вместо артикля ставим перед существительным. Мужского жанра одна штучка, когда одна штучка – единственное число. Ле-ко-ш-у-м, ле-мутон. Му-ко-ш-у-м, му-мутон. С му есть одна фишечка. Ставим му перед всеми мужского жанра существительными. И тут нам не важно, с согласного звука или с гласного звука начинается это существительное. А-на-на мужского. Мой. Му-на-на-на, я скажу. Но, если даже слово женского жанра, например, подруга, а-ми-подруга, на гласный звук, поэтому моя подруга, всё равно му-на-ми, му-на-ми. Всё равно му берём. Му-на-ми. Мы когда сливаем, дальше гласный звук, поэтому мы говорим в нос, му-н, но н при слиянии начинает тоже звучать. Му-на-ми. Му-на-ми получается. И нам осталось множественное число. Мои, мои. Тут самое главное, эссочку поставить. Французский эссочек не жалеет. Надо везде поставить эссочку. И в существительное. И артикль был бы с эссочкой. Ли-за-ми или дэ-за-ми. Определённый, неопределённый. И притяжалочка тоже с эссочкой. Н-э-за-ми. Н-э-за-ми. Мои подружки. Н-э-за-ми. Раз слово с гласного звука, то мы сливаем, и эссочка начинает звенеть. М-э-за-ми. Мои подружки. Мои подружки. Мои подружки. Мои подружки. Мои подружки.